Совпадение это или нет, но практически у всех организаций, в судьбе которых так или иначе принимал участие Жумарт Ертаев, возникали проблемы с законом. Последний яркий пример – история с арестом имущества кабельного оператора Алма-ТВ. Компанией Жумарт Ертаев руководил с 2014 года. И таких примеров множество. Пять лет Ертаев возглавлял Альянс Банк, вокруг которого позже начался скандал с хищениями. Год значился главой украинского филиала БТА Банка, также столкнувшегося с финансовыми трудностями. После тюремного срока он продолжил свою деятельность, но уже в качестве консультантов банков РБК и Казакбанка. Первый осенью прошлого года оказался на грани банкротства, а второй недавно попал под критику президента из-за ухудшения финансовых показателей. Они, по словам нынешнего руководства Казакбанка, возникли во время управления банком лицами, назначенными в том числе и Жумартом Ертаевым. Сам беглый банкир эту информацию опроверг. Надо сказать, что после задержания Ертаева в Москве в Фейсбук появилась информация, что вместе с ним задержали и акционера Казакбанка Бахыта Ибрагима, который ранее приходился зятем премьер-министра Казахстана Бахыджану Сагентаеву. Но официальные органы информацию о задержании Бахыта Ибрагима не подтверждают, но и не отрицают. Однако на сайте правовой статистики Генеральной прокуратуры человек с такими же данными числится в розыске. Впрочем, вину за нынешнее положение дел в Казакбанке ранее уже возложили на Ертаева и Ибрагима.